Канадцы будут готовить армянских боевиков. Новая порция антиармянского бреда МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала оригинальничать и в ходе брифинга по-прежнему преследовала традиционную цель в подчеркнуто антиармянском духе оправать и аргументировать геноцидальную политику РФ в отношении Армении. Что на сей рассказала Захарова? Мы неоднократно отмечали, что мониторинговая миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе восходит к проблеме геополитического противостояния с Россией. О вкладе в дело урегулирования отношений между Баку и Ереваном, разумеется, нет и речи. В двусторонних отношениях миссия ЕС, как мне кажется, не стала панацеей при столкновениях на армяно-азербайджанской границе. В связи с подключением канадцев к миссии ЕС, Захарова сказала, появление канадцев в Армении подтверждается всей очевидностью, что ЕС, полностью утративший внешнеполитическую самостоятельность, занимается обслуживанием интересов США и НАТО. По ее словам, это вполне объясняет то, зачем миссия ЕС в Армении, которая насчитывает около сотни человек, понадобилась пара канадских специалистов. И что это за специалисты, мы догадываемся. Об особенностях канадских специалистов мы хорошо осведомлены. Именно такие специалисты из Канады с 2015 года готовили украинских боевиков. Говоря о контактах официальных лиц Армении с Пентагоном, она сказала, видим, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют повышенный интерес к Южному Кавказу. Уверены, что вовлечение альянса в дела региона принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго. Ложь, фальшь, лицемерие, шантаж, смысл существования и деятельности Кремля и МИД РФ. А любая попытка оправдать или аргументировать то, чего нет, выливается в явку с повинной и бред. Цитаты из заявлений Захаровой, тому свидетельство. Кто привлек Турцию на Южный Кавказ, в террористическую войну против Армении в Арцахе, кто создал совместный с Турцией мониторинговый, а на деле разведывательный центр ВАКНА. Откуда дается наводка для обстрелов армянских позиций в местах расположения российских войск? Заявление шефа Захаровой о привлечении Турции и совместном решении всех задач. Признания министра обороны РФ опубликованы и задокументированы для ГААГИ. В заявлении Захаровой в контексте вовлечения США, НАТО и Турции Азербайджан не упоминается. Хотя США и НАТО оказывают прямую военную поддержку Баку, особенно Турция, а азербайджанская армия постепенно инкорпорируется в турецкую армию, сообразно двустороннему договору. Что касается канадской позиции, то Захарову фактически беспокоит то, что канадские специалисты могут подготовить армянских боевиков, которые будут противостоять русско-азербайджанским злодеяниям. Этого уже достаточно для того, чтобы понять реальные мотивы Кремля и МИД РФ. Отметим, что вопросы для брифингов Захаровой готовятся заранее самой Захаровой. Субтитры создавал DimaTorzok